приветствую всех друзья подписчики гости канала сегодня у нас очередная тихая охота сегодня мы приехали в сосновый бор на дворе 11 сентября время уже 10 часов утра сегодня мы немножко запозднились синие небо над головой никаких облаков светит солнышко но в лесу не жарко приехали мы значит втроем за грибочками где-то не были уже на дней 5 в лесу не получалось из-за работы и вот сегодня решили выбраться посмотреть какая обстановка в лесу в барах посмотреть если грибы но вы знаете в барах растут боровички именно за ними сейчас мы будем охотиться сожалению они сейчас засуха и вот сентябрьский слой идет такой червивый ждем конечно дождей когда пойдет основная масса грибов последняя сентябрьская там-то уже будут чистенькие сейчас пока больше червивы в основном я бы даже сказал попадаются червивые но это что касается белых подосиновики например чистая вот походим поищем пособираем белых подосиновиков да и вообще все грибы которые будут податься будем брать но естественно все что найду все вам обязательно покажу на улице солнышко светит дождей не было уже наверное больше недели но передают в конце этой недели опять начнутся дожди думаю что грибы еще с новой силой полезут кстати друзья хочу вам показать свое новое приобретение смотрите корзиночка на 17 литров из его прута и плюс еще лакированная качественная классная корзиночка купил я ее в интернете а точнее даже сказать в инстаграме кстати у этого продавца самые дешевые корзинки по качеству они конечно же не уступают всем также все грамотно сделано за лакирована легенькая качественная крепкая корзинка но стоит намного дешевле от такие видел по 1200 продаются даже дороже полторы тысячи видел у него такая корзинка стоит 700 рублей почта по россии вышла мне 200 рублей а также у него разные корзинки есть и маленькие и ягодные и также он делает на заказ исполнение все хорошие упаковка тоже была хорошая доставка быстро в течение пяти дней обычной почты не дошло так что всем рекомендую но если вы хотите тоже заказать там посмотреть фотографии на этих корзина то только все можно в инстаграме сделать больше кроме как инстаграм заказать никак нельзя человек артем плетнев мастер вот его работа ссылку на него оставлю в описании под видео если захотите заказать переходите по ссылке в инстаграм из там с ним свяжитесь и закажите еще раз повторяю дешевле чем у него я пока еще нигде корзинки не встречал но за качество вы сами видите качество хорошее надеюсь будет служить мне долго ну друзья первый боровичок вот он беленький маленький свежий класс боровой красавчик вон друзья смотрите что попался два боровичка один аккуратно выкручиваем такое уже ножку нюк это мягкая червивый наверно будет вот второй засыпаем ямку красота красивейшие белые грибы такой вот результат маховик зеленый еще нашел шляпка чистая была все продолжаем вот чуть-чуть с бугра сходите в низиночку здесь чуть-чуть посырей вот растет колпак кольчатый молодой кстати тут попадается по несколько штук и все молоденькие начинается по ходу вторая волна кольчатого колпака два переросших уже почти съеденных желтобуров здесь вот на солнышке стоит свеженький желтобурый забираем его какой яркий красавчик кстати друзья предыдущие два боровика были червивые наглухо с них ничего было не взять вот у меня нашлись еще два боровичка 1 такой он уже среднего возраста кстати крепкий ножка не мягкая с этого может чего-нибудь часы возьмем вот кстати еще лисичка такие а светлые высохшие нужен дождик обязательно нужен дождь чтобы пошли новые грибы чтобы грибы были основном все свежие и много было чистых плюс еще и похолодания тоже об этом сказывается вот моя сумка стоит и смотрите в противопожарном просеке боровичок лизит классный молодой свежий прямо спросика песочного надежда тоже на него что что-нибудь чистый возьмем класс еще два боровичка комарики улетают грибные из-под него это конечно уже большой уже размножается во всем оставим его пускай дальше размножается этот поменьше я сомневаюсь что с него тоже можно быть чем-то взять вон они кишат звери ну ладно хотя бы погуляем пособираем такие грибочки 1 2 из 10 может был более-менее по статистике как обычно с них можно быть чем-то взять попались под афиновики также резинки под бугром пять штук 1 2 3 4 5 все перероски чуть-чуть не успели тонконоги кстати еще тоже и конечно берем они уже подсыхающие возможно даже а нет чисто поменьше чистый это возьмем вот здесь тоже они остальные вот этот уже большой тоже большой пускай размножается обрезать где подсохло все у меня очередной боровичок немножко кто-то поел сверху погрыз какая-то на мышка возьмем что-нибудь с него получится наверно вырезать понятно он будет червивый сейчас они практически все нет с этого ничего не вырежешь даже быть не стоит птички поют вот он противопожарный просек этот все идет он где-то метров наверное 150 отсюда я нашел в просеке боровичок смотрите очередной стать этого было не так видно его чуть-чуть маленько раскопал сфотографировал видите он еще весь песке какой крепкий отец возможно будет чистым потому что до него вряд ли комарики добрались молодой свежий класс шикарный тяжелый такой отлично берем беленький оказался чистенький идеально ни одной дырочки чуть-чуть вот песок убрать просто останется и все класс вот еще беленький попался можно вот раз березовый тоже молодой выглядит класс опа смотрите до пол шляпки было закрыто он где было закрыто тут дырки он ножки дырки все съеденный наверное ничего не будет возможно тут взять сами видите ладно одна надежда конечно на подосиновики раз такой большой процент червивости у белых у барвиков пока брать подосиновики у них хотя бы только губка может быть червивая а ножка и шляпка остальная чисто попались беленький такой крепкий я вам скажу плохой и вот здесь смотрите верески прям маленький второй прилипло нормально лезут не хватает конечно да и влаги уже в барах сосновых здесь грунт песочный ему надо промочиться и влаги больше чтоб он нормально промоклись грунт мы высыхает он моментально поэтому поэтому нужны дожди вроде передают значит грибов будет скоро много грузди черные но они здесь высохшие один он собрал выкинув уже высохшие так то можно было взять но зато здесь грибница желто бурыми тоже такие подсыхающие но нормально берем он какой-то грибник на мотоцикле едет по лесу и в чем сюда вот здесь кстати еще один желто бурый желто бурый вон он смотрите какой толстый крепкий второй уже третий или четвертый раз в этом году я здесь нахожу желто бурые по несколько штук причем на другое место как раз ту сторону куда я сейчас собираюсь идти ладно мы вот она перейдем сейчас по другой дороге так вот еще один один уже засохший но этот такой тоже большой уже не буду я убрать хоть у меня вот губка червивая видите мякоть вот эта чистая ее вот можно вырезать ладно этот крупный не возьму вот смотрите какой еще малыш был тоже уже подсох вроде бы уверен в этом году здесь еще крепится выдаст подосиночки хорошего здесь местечко всегда с грибами вот мизинка с брусничником какие ягодки уже спелы в этом году ее мало у нас в прошлом году было намного больше и вообще всегда много в этом году что-то маловато вот вот друзья попался ежовик пестрый видите молодой тоже такие суховатенькие молодец выкрутим посмотрим я их конечно не беру но это съедобный гриб некоторые говорят что даже вкусно но я его не пробовал ни разу видите у него не пластинки не труб не трубчатый не губка а вот иголочки поэтому называется ежовик ежовик пестрый а вон там вот беленький попался мне черепной беленький а какой холодный свежий немножко мягковатая может шляпки получится взять ладно продолжаем ну что друзья пошел я вокруг этого болота вон в тот лес мне его нужно обойти там другие места вот я сейчас дойду кстати вон грибник который мы видели на мопеде а вот мне попались в крайний зимок любит здесь расти подосики желто-бурые а такой красавчик молоденький я его увидел красота сейчас я его почищу но он будет по-любому чистый дальше здесь смотрим еще один стоит уже побольше верески вырос яркая шляпка берем вон с бугров спустился сюда вниз а здесь смотрите ельник ельник там дальше осинник березы встречаются подосинок подберезовиков и черных груздей может быть посмотреть может быть даже еловиков но попался пока что только подберезовичек свеженький молоденький здесь так прохладно горит прям холодненький здесь совершенно другая ситуация по лесу нежели наверху на буграх на открытых местах солнечных чуть-чуть червива еще шляпочку как раз чистенькая берем вот там он был подберезовик прям совсем чуть-чуть прошел чуть не наступил смотрите желто-бурый подосиновичек маленький свеженький по-любому еще и чистенький а ведь там дальше низинка за осинами которые будут дальше здесь так прохладно перспективные места по подосиновикам я думаю сегодня будут здесь я здесь прошлый раз хорошо набрал думаю сегодня можно будет набрать есть подосиновички в том числе и молоденькие так что будем посмотреть растут ли они там дальше штаган все справляется к остальным потащил несколько лисичек нашел беленького крупного он прям еле-еле червивый с него по-любому что это возьмем ну вот друзья прошел опять совсем совсем чуть-чуть и попались мне снова два подосиновика но это уже белые подосиновики краснокнижные альбиносы вон один вот рядом второй они из красной книги поэтому брать их запрещено не из-за того что грибницы пострадают а из-за того что они должны вырасти и рассеивать свои споры чтоб насекомые разносили их не споры чтоб образовывались новые грибницы богаче из-за этих двух грибов мы не станем зато вот такие вам покажу их красивые альпиносы да здесь совершенно другой лес как-то прям влажно-сыро прохладней хотя вот буквально 50 метров и уже снова бор сосновый белый мох гладыш червивый попался видите альбиносов я не стал брать как и говорил сыроежку нашел и подберезовички еще маленькие болотные взял их они более-менее маленькие крепкие решил их взять также вот еще подберезовики попался один но это тоже большой вот второй пестрый подберезовик даже вытаскивать не буду так срежу нормально берем кстати друзья кто не смотрел прошлое мое видео на канале которое выходило оно было кстати с этих мест ну где-то неделю может быть дней пять спустя мы вот приехали сегодня и тогда я на дороге нашел одиннадцать кажется подосиновиков из них был один желто-бурый остальные все светлые я думал это все-таки все тоже желто-бурые были сейчас я нашел два альбиноса и они все-таки очень похожи были на те поэтому я склонен склонен утверждать что на той дороге в прошлом видео все-таки были альбиноса один желто-бурый остальные девять или десять были альбиносы крупные мощные такие толстоногие альбиносы красивейшие ну тогда я их взял думал что это будут все-таки желто-бурые оказалось нам все-таки это были альбиносы поэтому считайте что я нашел грибницу альбиносов красивейших штук десять сразу некоторые по одному находят в год кто берет кто не берет их краснокнижные эти грибы вот а я тут сразу нашел столько десять штук красивейших но в будущем буду знать что там они растут брать их не буду как и эти сегодняшние как бы рекомендую всем альбиносы не брать все-таки это грибы краснокнижные все краснокнижные грибы лучше тогда не брать все-таки и других вкусных грибов полным-полно как например вот знакомьтесь сегодняшний новый гость нашего грибного фильма подосиновик подосиновик красный какой он мощный видите как он и ножка красная шапка красная подосиновик красный рядышком вот маленький был в принципе он еще и есть ножку можно вырезать шляпку конечно съели уже слизнях дальше вот вот еще один стоит красный подосиновичек вон какой сейчас почистим но он такой холодный крепкий сто процентов чистый как и большинство подосиновиков видите видите какие сегодня у нас разнообразные подосиновики попались красные белые альбиносы краснокнижные и третий это желто-бурые желто-бурые это вот как они отличаются с красными по цвету шляпки ну а белые вы конечно поняли почему потому что они белые светлые только что вам их показывала значит эти три подосиновика не одни так скажем здесь еще парочка молоденьких еще один под елкой красненький подос вот рядом еще один это мы только еще в начале ельника и осенника смешанного этого леса во какой вот это да интересный так а нам еще идти идти сколько их сейчас попадется не знаю надеюсь что много опа вот не видел только что заметил смотрите черный черный подберезовичек ну почему-то тонконогий ладно сейчас его тоже проверим тоже хороший гриб берем друзья берем пошли грибы здесь попрохладней получше это очередной гриб прошел буквально шагов 10 снова подосик красный смотрите нога какая красная обалдеть твердый красота берем продолжаем грибы прибавляется в корзиночке корзинка тоже не на любой снега красота снова нам будут попался красный водосиновик все они чистенькие на очереди его еще не выкинул берем вот тут рядом еще один напарник обломился тоже берем все ищем дальше чего-нибудь да еще найдем по любому а